а здрасте всем друзья привет уленьки сегодня будет небольшая подборочка модов для 22 фермы игра вышла неделю назад ну чуть больше и уже чтобы игра не выглядела такой уж ущербной ванильной мододелы немножко упростили нам жизнь в этой игре и несколько модов уже импортировали в 22 ферма есть и те которые именно созданы были для 22 фермы но большинство из них да просто конверты и сразу наверное имеет смысл отметить я друзья прекрасно знаю что для большинства из вас моды это мтзшки и к 700 и типа трактора там всякие прочая херня меня это не сильно интересует поэтому в моих подборках не будет ни техники не зданий если они не не имеют какую-либо смысловую нагрузку или эта техника не умеет что-нибудь делать того что умеет дефолтная техника потому что ну короче трактора не будут здесь не будет так трав поэтому если вы хотите посмотреть на всякие к 700 и то этот ролик не для вас меня исключительно скрипты и все что касается игрового процесса поэтому в общем то погнали смотреть что там по выходил это в этой неделе ноября и как это работает давайте начнем с мода на контракты их на самом деле даже два я имею ду контракт которые работа на чужих полях первый мод называется рефреш контракт он добавляет вот такую кнопочку для обновления контрактов соответственно вы можете ее по нажимать и контракты обновляются не надо ждать определенное время когда это происходит тут в общем то очень просто он в 19 ферме у меня стоял и и здесь он будет стоять но еще один очень нужный мод связаны с этими же самыми контрактами называется multiple missions 19 ферме мы могли брать максимум один контракт выполнять в 22 сделали так что можно три контракта сразу взять но это все равно мало интересно что иногда набрать их миллион поэтому вот этот вот скромненький скриптик может сделать так что вы можете набирать дохренищи контрактов и выполнять их параллельно единственное только мой вам совет прям очень дохрена не берите игра это не понимает ей это не нравится и могут возникнуть проблемы далее друзья еще один модик который может быть вполне интересен а точнее даже два модика первый из них называется paint and terraform anyway что в переводе с нами любимого английского языка обозначает рисуй и terraformer где хочешь как мы видим по карте это не наши территории они не куплены но этот мод позволяет производить terraforming абсолютно на любом месте то есть даже на чужих участках то же самое касается окрашивания то есть мы можем окрашивать чужие поля можно даже удалить чужое поле с этим модом если очень сильно захотеть а в общем то вдруг кому понадобится а также в пару к этому моду есть еще один который называется place anywhere то есть по сути дела расположение всего где вы захотите то есть опять-таки у нас не купленные вот эти вот участки но мы можем спокойно поставить здесь любое здание только на него денег не хватает на что нам хватит денег вот на эту хреновину нам хватает денег здесь вот ландшафт не выровнен но вот здесь вот спокойно можно эту хреновину поставить хотя это не наш участок он у нас не куплен но мы можем спокойно поставить тут здание я даже больше скажу она даже будет работать вы сможете там все делать далее друзья наша изуродованная ферма продолжаем ее уродовать дальше я говорил что построек не будет но все-таки некоторые попали в мою подборку которые очень нужны но лично мне вы же понимаете что это лично мое мнение и в мою подборочку попала такая штука как иконик refill stations ну или просто refill stations иконик это понимаю автор этого мода он добавляет пять вот таких вот хреновин это пополнялки для семян удобрений извести гербицидов удобрений и жидких и твердых как вы понимаете вообще эти моды как правило если вспоминать 17 19 ферму прекрасно работали с пополнением на курс плея на автодрайве там все прекрасно работало поэтому в теории когда выйдет новый курс плея на эту ферму если он выйдет или автодрайв то эти штуки должны будут с ними работать но в общем то лично мне удобнее вот такими штуками пополняться на базе ставить чем ездить за этим делом в магазин особенно если вы хотите чтобы у вас все было автоматизировано следующий мод друзья у нас называется 100 деливерис эта штука позволяет вам поставить точку на любом месте карты где будет спауниться техника то есть по сути дела магазин может вам технику доставлять прямо на базу как это работает вы зажимаете левый shift и alt и у вас появляется такая вот херня это маркер который можно поставить если вы еще нажмете кнопочку с услышали до специальный звук и собственно сюда маркер и стал и теперь когда мы покупаем что-либо в магазине например давайте купим поддон чем бы нет не купить поддон его приобретаем за 1920 евре ков и вот он у нас появляется единственный косяк конечно у нас появляется еще стоимость за доставку 20 процента от суммы груза то есть покупаете трактор за миллион баксов и 25 тысяч за доставочку башляйте так что готовьтесь дополнительным расходом далее друзья еще сразу три модика прям которые влияют на игровой процесс первый называется dash time он перематывает время нажимаете на кнопочку нолик и время ускоряется в 12000 раз не надо правда мотать прям вот 10 лет вот этим модом потому что многие жалуются что не созревает например урожай он не успевает прогрузиться на такой скорости я думаю многие обращали внимание что карта созрева она такими квадратиками постепенно все созревает или там стадии роста меняется соответственно такой скорости она не будет работать в моде сезонов на старые фермы даже специально было синхронизация ради этого но если кому надо то мотать много времени то вот есть вот замечательный модик мотает много времени также друзья есть модик на супер силу их на самом деле в интернете уже несколько лежит некоторые из них поднимают только поддоны бревна и всякое такое некоторые из них поднимают еще и технику меня стоит тот который только поддоны тягает технику тягать мне как-то не прикольно да и плюс иногда сталкиваюсь с проблемами играя на геймпаде кнопка бросить и кнопка зайти в технику это одна и та же и бывает подходишь к технике собираешься в нее запрыгнуть а он ее просто куда-то бросает но если кто-то не умеет ездить и постоянно топит в реке например свои трактора или там еще что то то можете поставить вариант который технику тоже поднимает мне же надо только вам поддоны ставить потому что погрузчиком грузить я их прям не люблю ну и еще то что немножко читерное но упрощает жизнь это конечно же супер скорость кнопочками shift 1 2 3 4 5 выбираете себе скорость и можете быстро ходить я не очень люблю по карте телепортироваться знаете ли мне всегда впадлу мне проще просто быстро добежать до места куда мне надо я думаю многие обращали внимание что я всегда по карте бегаю кстати друзья есть мод еще на одно здание которое которое я обещал не вставлять но это ферментатор и я знаю что будет потом куча вопросов потому что их уже куча было а скинь а покажи а где взял поэтому вот сразу же показываю что за он имя на него не хватает денег вот как так то но для нас благо это не проблема деньги никогда не не проблема так вот ферментатор находится в производства как видите стоит немало эта штука производит силос из травы и сечки тут вот четыре производственные цепочки две быстрые и две медленные две на силос и две на сечку принципе можно его даже наверное запустить давайте купим какой-нибудь прицеп самый простой или не самый простой давайте вот такой прицеп купим во первых купить да и к нему еще нужен трактор например вот такой от балды просто беру первое попавшиеся вот она кстати у нас на базе появилась да да засыпаем сюда например сечку и погнали давайте выгрузим это все на ферментатор посмотрим как это работает и как быстро потому что я на самом деле еще себе его не ставил не пробовал не тестировал и ничего даже про него не знаю это не сюда и сюда а что это он не захотел тогда может быть потому что участок был не куплен короче да да выгружаем вот эту вот штуку лезем в наше производство и соответственно включаем линию и она пошла работать 40 кубов мы загрузили состоянии нет материалов серия траву включил правильно материалов нету согласен и все она пошла перерабатываться перерабатывается довольно таки быстро то есть за час эти пять кубов переработать можно запустить сразу две линии и соответственно 7 кубов перерабатывается просто тут цена в час немножко разная с этим я в общем-то думаю все понятно также друзья есть интересный модик называется но у коллижен камера что значит камера без коллизий без этого мода если вы будете вот так вот смотря на обзор врезаться здание она получается будет вам такой приближать потом отдалять мне это не нравится поэтому стоит такой мод который просто сквозь здание тогда камера проходит как по мне это удобнее то знаете под мостами короче эпилепсия начинается и все такое поэтому очень советую его поставить это прям штука которая прям вот необходимо а в 19 ферму это вообще самый первый мод который мы себе на сервер заливали когда еще там давным-давно мультиплеер все дела далее друзья модик который тоже часто меня спрашивают а иногда люди не знают его существование и бьют себя кулаком в грудь и говорят что я тупой и я не прав короче collect straw admissions мод чтобы воровать солому чужих полей когда вы берете контракт на чужое поле например на уборку пшеницы после пшенички у вас может оставаться соломка и по сути дела она никуда вообще не идет так вот с этим модом вы можете ее забрать себе и продать и заработать себе денежка вы сейчас нету контрактов на уборку чего-то такого что дает солому чтобы вам это показать но поверьте он работает это даже вот в прохождении в моем я показывал больше меня удивляет то что люди не пробуют загуглить этот мод потому что поверьте если вы напишите в гуглике воровать солому чужих полей фарминг симулятор там 1922 по первой же ссылке вы найдете этот мод прикольно да можно самому найти и и сразу же причем а не задавать вопрос отвлекать человека и заставлять его делать за вас эту работу но да ладно теща мод который я хочу вам показать называется full stop эта штука останавливает технику если вы едете на круиз-контроле убираете поле это если вы ручками это для мультиплеера очень актуально патика мы вот это вот делать сейчас высыпем отсюда немножечко во вот так вот пойдет и смотрите у нас почти забился наш бункер а мы едем на круиз-контроле и думаем о своих делах и соответственно убираем свеклу допустим и в обычной версии игры когда у вас бункер заполняется на сто процентов техника отключается то есть уборка отключается и техника продолжает ехать дальше и вы топчете свою урожай есть у вас ты такая настройка с этим же модом она сама останавливается и открывается труба лично я им в одиночке не пользуюсь потому что хрен меня заставишь вообще самого поработать но в мультиплеере где мы играем все ручками обрабатываем там эта штука очень полезно поэтому тоже очень рекомендую следующий мод из подборки называется enhanced vehicle простите пожалуйста меня за произношение может быть вы уже заметили немножко измененных худ эта штука во-первых его немножко меняет добавляет более больше полезной информации то есть слева у нас написано прицеп самосвал четыре десятых процента это износ техники трактор четыре десятых процента износ техники то есть все отдельно и вы можете за этим следить соответственно вовремя технику чинить справа же идет расход топлива то есть показывается моментальный расход если техника заведена и плюс отдельно два бака то есть соляра и мочевина по отдельности также есть у него еще много функций по блокировкам дифференциала подключение полного привода еще много всякой херни в общем-то почитайте посмотрите мне это все не надо мне в первую очередь нужен интерфейс тогда и компас хотя он как бы и на миникарте есть но здесь тоже прикольно следующий мод тоже импортированы из 19 фермы называется инфо худ и вообще в сборку включать не планировал но в мод хаби он появился и увидел прям перед записью поэтому включил когда вы нажимаете f1 у вас здесь меню по управлению есть и всякая вот такая вот херня иногда есть техника которые меняются какие-то режиме например в gc бишки руление всеми колесами она выводится отдельной строкой также если вы подходите какой-нибудь зданию например вот управление точкой производства то есть добавляется такая вот штука отдельно или же наполнить сейлку в пополнял как в общем-то много где открыть шлюзы на золотом колосе на рисовой ферме но это примеры так вот инфо худ показывает вот эти вот отдельные надписи не открывая справку мне справка не нужна по управлению она всегда закрыта и очень редко открываю а вот знать попал ты на триггер или нет и работает ли кнопочка это полезно я кстати перемотал сутки и нихрена не переработала сечка давайте-ка еще раз попробуем еще сутки матнем ну вот я перемотал еще сутки ноябрь а на перемотку времени не влияет производства а если поставить x120 она тогда перерабатывается быстрее понятно а кстати сутки я перемотал даштаймом и созрела у меня свекла я мотал чтобы ее чтобы она созрела чтоб я мог вам показать вот эту штуку ну ладно это все а лирическое отступление последний друзья модик на сегодня да вот так вот быстро это все дело прошло модно же называется extended green house расширение теплиц принципе по дефолту здесь теплицы довольно читерское занятие я думаю вы со мной согласитесь потому что привез воды и косишь бабло это не прикольно но с этим модом теперь для производства кроме воды нужны еще семена которые надо будет покупать на просторах интернета есть мода где еще нужны удобрения может быть там сделают и известь и так далее но в общем то просто имейте ввиду что такая штука есть и можно изменить и сделать теплицы более интересным потому что но лично на мой взгляд просто подвозить им воду которая типа бесплатно берется и у вас на выходе есть до хренище теплиц до хренище урожая плюс можно здесь поставить сменить режим вывода и поставить сразу же продажу он силу сразу на продажу об не знаю денег это изменится или нет посмотрим промотаем время немножко не обратила внимание изменились и деньги может они до этого были вам лучше видно они не изменилось потому что он нихрена шинки и продается а вот кстати и продался и денег стало больше до силы справа стоит немного видимо раз в час происходит продажа или раз в какое-то время неважно короче друзья вот такая вот подборочка модов это вот первая неделя игры то что вышло я вам показал если знаете что-нибудь интересненькое еще можете черкануть конечно же в комментариях если что-то полезное увидели не забывайте про лайкусики без них никак крайней мере лайкусики и комментарии замотивируют меня сделать еще одну такую подборку когда она собирается еще модиков спонсорам конечно огромное спасибо за поддержку и за эту подборку потому что на самом деле мы ее подбирали все вместе в дискорде так что если вы хотите поучаствовать в этом вы можете вот пожалуйста вы знаете что делать ну и да всем огромное спасибо за просмотр с вами был никита дела и всем покаки